Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, июнь, наступил лето. А чем примечательен июнь в истории нашей страны? Ну, конечно, кто-то вспомнит в первую очередь историю страны, если 22 июня и так далее. Но как-то, к сожалению, забывается, что в июне совершилось ещё одно событие, которое тоже было очень трагично для нашей Родины, а в итоге завершилось триумфально. Ведь также в июне, ровно 200 лет назад, на данный момент, французские войска, наполеонская армия, кому как угодно называть её, пересекли также границу у реки, в данном случае Неман. И в торгозе в нашу Родину началась та самая Отечественная война, началась трагическая, которая в итоге закончилась триумфально, как я уже сказал. Об этом мы сегодня поговорим, потому что в нашем Тверском государственном объединённом музее и на следующей неделе откроется выставка. Выставка называется «1812. Сила народная». Она как раз посвящена истории тех лет. А самое главное, конечно же, как Тверская земля соотносится с теми событиями, потому что, сами понимаете, мы все из истории учили, ну как нас учат? Наполеон, Вторкс, Литва, Белоруссия, Смоленская губерния и всё. Дескать, а Тверская область вроде как и ни при чём. Так действительно ли это так? Действительно ли мы были чужие на этом празднике, если так можно сказать, жизни или нет? Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии. Это люди, которые непосредственно принимали участие в организации этой выставки, в наполнении её экспонатами, о том, какие экспонаты можно будет увидеть. Хочу представить гостей. Это Елена Вартанова, заместитель директора Тверского государственного объединённого музея. Елена, добрый день. Добрый день. И Александр Вихров, он у нас уже был в эфире, вы помните, приносил уникальные экспонаты, личные вещи того самого французского императора. Он, Александр Вихров, известно, что он и коллекционер, финансист, работал очень в высоких сферах, Центробанк, журналист, политолог, профессор. Александр Николаевич, добрый день. Очень приятно вас снова у нас в эфире. Ну что ж, скажите, пожалуйста, давайте начнём сразу с выставки. Всем интересно, потому что, к сожалению, наш Тверской государственный объединённый музей всё никак не примет полноценно посетителей. Поэтому, я думаю, тверичанам очень интересно, где она разместилась, и какие дни будет работать. Да, работать будет, как обычно у нас, это со вторника по воскресенье включительно, понедельник, вторник, выходной, но вторник у нас экскурсионные дни. Если будут заказаны экскурсии, то, соответственно, выставка будет работать. Расположилась она в здании Тверского музея Краеведческого на Советской, 5, рядом с городским садом, там будет большая афиша, реклама, поэтому все её увидят. Я могу только одно сказать, что мы имеем честь показать великолепнейшую коллекцию Александра Николаевича. И, честно говоря, мы боялись, идея-то была её сделать выставку, но даже боялись предложить. И когда Александр Николаевич всё-таки при нашем близком знакомстве уже предложил сначала книжку свою представить здесь в Твери, и вот у нас так спонтанно, тихонечко зародилась идея, Александр Николаевич её поддержал, хотя мы боялись даже, вот держали в секрете, потому что боялись, что не состоится. Ну, а вдруг он передумает, да. А вдруг он передумает. Но, вы знаете, мне кажется, это, во-первых, такая для нас мало того, что честь, и вот как я воспринимаю эту выставку, я счастлива, что наши земляки, тверичи и гости Тверской губернии, да, то есть Тверской области, вот сейчас будет приезжать очень много теплоходов и так далее, увидит эту великолепную выставку, потому что, будем говорить, коллекционер, в общем-то, наш земляк. Да. В первую очередь, наш земляк. Сможем ли мы когда-нибудь ещё раз показать и более масштабно? Сможем. Александр Николаевич, ну, Тверской губернии, бывает и регулярно. Мы в эту выставку, конечно, разбавили предметами из Тверского музея. Разбавили. А добавили, улучшили. Добавили, добавили, да. Подели до нового уровня. Причём из коллекции, из собрания музея, с самого начала, будем говорить, до революционного музея, потому что у нас там подлинные вещи, которые никогда... Я им из детства восторгался. Да, но не все, которые выставляли... То есть, вы, наверное, видели только одну часть, а у нас там... То, что висело, это не видно. Да, например, у нас там такие... У нас и оружие Тульского завода, да, которое именно 812 специально было издан. Вот, у нас прекрасные вещи, там будут показаны из обмундированного керамбана, Каса, который... Ну, вы её, наверное, видели. Вот. Ну, в процессе мы всё это покажем. Сейчас вот мы сейчас начнём рассказывать. И раскроем, чтобы все секреты. А, я буду интересно. Ну, приоткрыть тогда хоть немножко... Ну, вы тогда заинтригуете, потому что уже, помню, в ходе нашего предыдущего эфира, я вас представлял, мы здесь выставляли вещи, что... Александр Николаевич просто интересен тем, что он не просто собирает... Он один из крупнейших в России специалистов по Бонапарту, тому саму Наполеону. И Александр Николаевич собирает именно подлинные вещи, принадлежащие французскому императору. Понятно, что у него есть вещи той эпохи, но что уникально, что есть те вещи, которые саму Бонапарте принадлежали. Поэтому, Александр Николаевич, что-то вы привезли в этот раз в Тверь. Смогут ли тверичане не прикоснуться, скажут, что хотя бы просто увидеть вот эти самые уникальные вещи? Вы знаете, у меня эта идея тоже, это витало давно, как говорится, в этой выставке. Потому что, мне кажется, что, вообще, так сказать, роль Тверской губернии в войне, в Отечественной войне 1812 года, она как-то, понимаете, недооценена. Мягко говоря, я думаю. Ну, спросите тверичану, что узнают. Да, она недооценена, поскольку именно отсюда, 210 лет назад, именно отсюда прозвучали первые такие призывы к народному единению, которые потом быстро, очень обратились уже в какие-то официальные, так сказать, манифесты, в официальные бумаги. Это всё стало нарастать. Конечно, мы готовились к этой войне. Это ясно абсолютно, как готовились французы и прекрасно понимали, что разведка тоже работала прекрасно, что они нападут и примерно знали, когда и что. И готовились, но всё-таки, всё-таки, всё-таки важно было, чтобы участвовали не только регулярные армии, но и вот какие-то народные массы. Но если говорить предысторию, ну и, нет, я должен сказать, начать не с того. Знаете, начать с того, что почему вот мне показалось очень, так сказать, такой привлекательный именно сделать эту выставку, но не просто там в Твере, например, а вот в вашем замечательном музее. Мы в этом смысле прекрасно друг друга дополняем. Знаете, потому что вот я при всём как бы таком желании своём, я не смогу иметь в своей коллекции барабаны, кирасы, оружие. Много требований потом будет к нему. Да, нет, но всего не соберёшь. Всего не соберёшь. И когда я увидел то, чем располагает музей, и как, в общем-то, долго это уже, в общем-то, было скрыто, как говорится, от глаз людских, к сожалению, да, я понял, что это будет, ну, очень интересно, плюс к тому, что наши земляки замечательные, а там чью ни тронь, конечно, представлять себе то, что не человек, то какая-то просто вот история богатая. Если вот человек начинает смотреть, ага, участник Отечественной войны, а потом, а чем, чем, чем он закончил? А он оказался в 14-м году ещё и в Париже. И вот этот весь его путь, и, кстати говоря, там есть у нас дневник, да? Да, 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 1840-го года. Да, 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 просто вот эти вот воспоминания, такие размышления. Вот, и мы решили вот сделать всё-таки главным посылом нашей выставки именно то, что это сила народная. Сила народная, потому что вот как Карамзин, и, кстати говоря, именно здесь вот, именно здесь вот, как будучи здесь во дворце, в гостях у Екатерины Павловны, он, значит, он как раз вот писал о том, что вот, слава Богу, что перед лицом вот этой национальной угрозы, да, объединились в одну семью, в одну семью и император, и дворянство, и купечество, и народ. И духовенство принимало участие очень активное. Это вот такой вот посыл общий. Ну, на самом деле, вот, и история-то по Тверскому краю-то, она же начинается, ну, начинается гораздо раньше, с самой личности Екатерины Павловны, которая была невероятно великая книгиня Екатерины Павловны, которая несколько лет жила со своим мужем здесь. Сейчас перебью, у нас небольшая реклама, потом продолжим, как раз про Екатерину Павловну, потому что хотел поговорить. Это вы теперь будете говорить. Дорогие телезрители, всё началось, на самом деле, до войны 2012 года. Реклама небольшая. В эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, что в Тверском государственном объединенном музее открывается выставка «Скоро 1812. Сила народная» посвящена 200-десятилетию Отечественной войны 2012 года, как раз, которая, как мы все, надеюсь, все знаем. Из учебника истории началась в июне. И как раз мне показывают мои коллеги, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Извините, конечно, у вас было, к сожалению, плохо слышно, пропадали через слово, но, я так понимаю, вас эта выставка заинтересовала. Я понимаю, что там есть какие-то материалы. Да, тогда мы можем взять телефон. Да, мы можем взять телефон, обязательно как бы созвониться. Звоните в наш государственный музей, если у вас есть что-то, что называется, дополнить, то с удовольствием вас выслушают и все же предложения примут, что называется, на вооружение. Спасибо вам большое за звоночек. Так смотрите, итак, мы закончили, как раз упомянули нашу замечательную Екатерину Павловну. Дорогие телезрители, просто на самом деле история взаимоотношений Тверской области с Наполеоном началась вовсе не в 2012 году, а раньше, когда Буонапарте посватывался к нашей замечательной Екатерине Павловне, сестре Александра Первого, нашего русского императора. Александр Николаевич, вас еще спросить, как человек, который во Франции, естественно, миллион раз был и так далее, а там помнят об этом факте? Или это только мы, Тверский, гордимся по всему нашей провинциальности, а там никто особо это не знает? Ну что, это же событие было исторического масштаба. Понимаете, это свадьба, если бы этот брак состоялся, то вообще картина мира могла бы быть другой. Войны не было бы? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Но, слушайте, это же миллион человеческих жизней. Отечественная война 1812 года, при всей ее скоротечности, с июня по декабрь, с двух сторон, не считая жертв мирного населения и так далее, это миллион человеческих жизней. А предыстория-то такая, потому что на самом деле Наполеон очень рассчитывал, очень рассчитывал на военно-политический союз с Россией. С Россией и хотел укрепить его как раз вот династическим браком. В этом не было ничего особенного. В общем-то, все там не по любви. Да это нормально для Аманна. И сейчас слово ряду, на самом деле. Да, все это, вот. И он очень хотел это сделать. А почему отказали? Ну, здесь вообще... Властитель Европы практически. Да, но сама Екатерина Павловна, у нее были большие амбиции. Она сказала, что я скорее выйду замуж за последнего выступника, чем за этого корсиканца. А в некоторых интерпретациях даже по-другому. За это корсиканское чудовище. И, кстати говоря, в своей семье, и в том числе и вдова Павла I Мария Федоровна, которая была очень влиятельной дамой, она его иначе как корсиканским чудовищем самозванцем и там еще как-то не называла. И, в общем-то, когда только пошла речь о том, что, когда Наполеон стал как бы так говорить о том, что неплохо будет там, он был прекрасно осведомлен о ней. Ему все-все-все. Ему Калинкур писал все-все-все. Он считал это самой подходящей для себя партией. По уму, по положению. То есть даже так? Не просто она из многих? Нет, нет. По уму, по положению. И вот такая, конечно, и геополитика тоже была. Но резко очень отказали. А вы что же сказали? Все было не по любви, как в том фильме. А кто ее спрашивает? Желтоглович. Александр Первый. Какое было его мнение? На меня большое влияние. Да, он, конечно, она была его любимой сестрой. Она имела не очень большое влияние. Она играла на его политику. Они все считали, что этот самозванец, этот Картиканский, это значит ей не ровнее. Даром, что он с ним в Тильзите ручкался. Вот, ну, конечно, после Тильзита. А потом, ну, и вы знаете, что произошло дальше. Когда, в общем-то, там, в принципе, они же не отказали. Нам прямую не сказали. Нет. Они тут же нашли ей жениха в виде Георгия Альденбургского. Она вышла замуж за своего двородного брата. Вот это потому, что Альденбургским вот этим, так сказать, няжеством, как это руководил родной дядя по матери Александра Первого. То есть вот вышла за двородного брата. Там, я не помню, говорил вам при прошлом эфире, там очень замечательная история была, когда Наполеон узнал про эту свадьбу скоротечную. Значит, его очень уязвило это. Конечно. Ну, просто. Потому что об этом знал, вся Европа знал. Там слухи распространяются очень быстро. Быстрее, чем сейчас телеграмм. Принесли ему портрет этого герцога Альденбургского. Он посмотрел на него и говорит, так ей и надо. Потому что он, конечно, был такой, он был мал ростом, худ, прыщав и говорил невнятно. Но тем не менее, Тернополный его полюбил. Как вы мне рассказывали на эфире, Наполеон, на самом деле, вовсе не был тем коротышкой, про который он почему-то вошел в историю. Метр шестьдесят девять. Да, для тех времен, когда люди были маленькие. И ты сейчас средний рост. Конечно. Это все пошло за Леонид Николаевич. Маленькая беленькая ручка, одно, другое, третье. И вот, понимаете, и вот, знаете, удивительно то, что как раз эта же история с Тернополной, она вот была одной из, значит, ну, первая, то, что отказали, да, это уже было как бы уже на чашу войны сразу, что, так сказать, там, Наполеон. Вот. И вторая история. Ведь Наполеон после этого в отместку за эту женитьбу он аннексировал. Оккупировал, да. Да, да. И тут уже, а это был уже прямой просто вот, ну, это же, это же на самом деле, как бы, это же член, как императорского дома Романова, в общем-то, попал под это, под раздачу под это. И это было, в общем-то, одним из формальных даже оснований для войны. Вот какая история. Тернополную очень устроили вот после свадьбы, очень хорошо Александр Первый вот определил ей, так сказать, это место рядом по дороге. Он же гостил там часто, по три недели, тут бывало, все проезжали, все такое. Пишут, даже инкогнито катался сюда. Ну, не боюсь сидеть. Но, знаете, вот Альденбургский очень много сделал. Он же назначил его губернатором трех областей сразу. Трех областей. Ну, трех губерний и министром путей сообщения. А сообщения были дороги и, в основном, водные пути. И вот эта Вашневолодская система, вот это все, все вот эти, это все были под его началом. Он был великолепным инженером. И, в общем-то, они совсем немножко-то прозили вот так. И, судя по всему, они, в общем-то сказать, искренне любили друг друга. Да, она очень горевала, когда он умер. Ну, хорошо, возвращаемся к войне 12-го года. Мы уже неоднократно говорили, что как-то у нас менталитет Тверской таков, что, дескать, мы здесь ни при чем. Скажите, вторгаются французы, доходят в Смоленск и так далее. Вот у меня такой вопрос, а заходили к нам хотя бы какие-то, может быть, разведыватели, фуражерные отряды французов? Или действительно нога французского солдата не ступала? Да, я считаю, что да. Потому что тогда же не просто так были вот эти летучие отряды созданы, которые должны были как раз бороться вот с этими отрядами фуражерных отрядов. Да, да. А есть данные или просто... Ну, где-то в каких-то источниках мелькает. Вот так вот сказать, чтобы у меня подтверждение точное было, я не гарантирую. Ну, я считаю, что, наверное, были. Ближе. Тем более, что, простите меня, смотря как судить. Понимаете, например, город Белый тогда не был нашим, да? Но на Белый они пошли всё-таки, да? Вот. То есть, естественно, значит, тогда там всё это происходило. Сейчас Белый наш. Тут, знаете, как границы распределиться. Хорошо. Допустим. Ладно. Мы уже сказали, что Тверская земля стала одной из первых, где воззвание и так далее. Да, конечно. А чем-то... Что дальше было? Ограничить только воззванием или всё-таки стали формироваться отряды и так добровольцы? Вот здесь как раз вот Тим Павловна, за что ей нужно поставить памятник. Памятник. Который до сих пор не поставили. Позор у наших властей. Она, знаете, вот она вот встала, и это абсолютно точно, она встала вот во главе этого движения. Вот есть книжка, книга, которая издана была в 1888 году, её переписка по поводу ополчения. Ополчение, вот книга, которая представлена бы с позиции нашей выставки. Я совсем недавно её просто вот чутом ухватил на аукционе. Вот эти все её письма с самого начала войны, ещё даже, кстати говоря, вот только-только, потому что все жили ожиданием этой войны, они были направлены к Александру Первому о том, что давайте поднимать народ, давайте не справимся мы без народа, давайте поднимать... Почему? Такой не верит в нашу армию. Нет, ну а как в армию? Наша армия-то откатывалась. Откуда? Откуда? И после Смоленска уже было понятно вообще вот эта вся история, что нужно срочно заграждаться, нужно вот эти вот все, закрывать пути, которые вот дальние, как раз вот эти пути, которые ведут, понятно, что он идёт уже на Москву, понятно, закрывать пути на Петербург, что, собственно, и произошло. И вот у нас, опять же, в экспозиции вот есть эти газеты «Московские ведомости», это главная правительственная газета того времени, в которой опубликован республик письмо Екатерины Павловны, если говорить вот о ней, письмо, её письмо уже как бы указание министру удела, ну, министру территории, где она, значит, указывает о том, что я на свои деньги буду вооружать батальон из своих крестьян. И дальше там было, да-да-да, дальше, да, написано, что преимущественно добровольцев. Это было пример, это был пример для всех. А мы первые были в Верхневоложье, известно, среди других регионов империи? Или, может быть, грубо говоря, в Нижегородчино тоже там начали? Нет, 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 мы были правы первыми, практически с нас пошло. Нет, там вот, опять же, в документах есть, что, в принципе, вот Александр I очень оперативно, так сказать, издал несколько манифестов, указывал о создании ополчения, и вот в эту линию, в первую линию обороны вошла Тверская область. Но, что касается вот егерского батальона, вот именно вот сформировано вот ее величество имени Великой Генетины Павловны. А это уже не ополчение, это уже регулярные войска. Да-да-да, но это нечто особенное, это не регулярная армия государственная, а это, так сказать, вот это формирование, вот это было первым. Это было первым. Временно виском частная военная компания. Частная военная компания. И вы знаете, потом, и очень быстро, вот если говорить про ополчение, очень быстро стали создаваться, потому что там ситуация сама требовала, требовала того. И вот это вот Тверское ополчение, в общем-то, вот по итогам, да, 14 тысяч, да, 14 тысяч было, 14 тысяч ополченцев. А батальон сколько у него числятся было? Вот я не помню. 1100. Это полк уже, фактически. Ну, он назывался, поскольку, нет, 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 полки были, понимаете, полки были в армии, а это другие формирования, поэтому они все назывались батальонами. Но он находился ведь почти не армейский генерал. Ну, конечно, но это вот, это просто структура. То есть только по названию батальон, по сути, Екатерин Павлович сформировал полк. Конечно, конечно, который, в общем-то, он тут у нас-то на нашей территории еще себя не проявил, но потом, ну, ура, пошел по этим заграничных походам. А почему здесь не проявил? Ну, еще не успели. А, формировался, обучался и так далее. Да, конечно. То есть, а вот это, про батальон мы не примем, чуть попозже поговорим, а вот ополчение, что собой представляли от крестьянского ополчения? Что, одеты были, как, чем вооружены были? Ну, тогда, поэтому как раз указы должны были, да, из каждых 25 душ одного человека отправить. Кстати, между прочим, отправление, это было практически похороны. Там так оплакивали каждого уходящего. Ну, и сейчас человек на войну-то уходит. Ну, и так же, соответственно, должны были обеспечить, там, обмундированием оружия. Обмундирование или в своем крестьянском? Нет. Нет. Они должны были выделить средства на это. Да, конечно. Это должно было быть выделено средство вместе с этим человеком. А что они были обмундированы? И трехмесячное содержание. А что они были обмундированы? Слушайте, приходите на выставку. Да. У нас даже, у нас ополченец, ополченец на афише нашей выставки. Вот. Да. Нет, у них была, конечно, такая, понимаете... Но это был не мундир солдатский. Нет, нет. Ни панталоны, ни кивер. Нет, нет. Понимаете, вот как раз почему мы решили, что на нашей афише будет не бравый какой-то такой вояка, а будет, в общем-то, ополченец. Потому что, вы знаете, вот, ну, в представлении многих людей, что вот эту Отечественную войну, значит, да, что выиграли генералы или генералы, да, такие офицеры. Партизаны. Нет, ну, да. Добавил Фигнер. Ну, я хочу вам сказать правильно. То есть в представлении вот людей, которые постарше, как я, например, да, вот, и чуть-чуть помоложе меня, у них представление такое, что они, если бы, по гусарской балладе, по многих, по гусарской балладе, все это была такая прогулка. А у нынешнего-то поколения что? Боже мой, 10 лет назад к этому самому, к юбилею, вышел фильм какой? Ржевский против Наполеона, где, кстати говоря, Наполеона сыграл небезызвестный Зеленский. Да, небезызвестный, да. Нет, ну, это просто, это был просто, вообще, вот, шокирующий пошлятина, который, вот, хуже которой я вообще в жизни ничего не видел. А мы к этому вопросу еще вернемся. Я обязательно, да, хотел спросить, про это. Я хотел именно вот это, чтобы мы установили историческую справедливость, что войну выигрывает все-таки народ. Чем занималось ополчение в ходе боевых действий? Ну, как, тем, что регулярная армия, они, значит, имели оружие и все такое. Что, кстати, Тверское, что Тверское ополчение сначала пиками. Сначала пиками, да, 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 да. Ну, да, пики тогда были считать боевым оружием. Что они только могли делать, про линии пехоты. Но, все-таки, если у нас северные амуры, которые с луками и стрелами дошли до этого самого, до Парижа, то эти тоже. Вы имеете в виду, для телезрителей, и регулярные формирования в виде башкирской, калмыцкой конницы и прочей уроженцы киргизской, кайсадской стихии. Ну, я вам хочу сказать, знаете, вот смотрите, вот если говорить про Тверское чистоополчение, да, Тверское ополчение... 14 тысяч человек, да. Тверское ополчение очень важный стратегический пункт занимало. Оно закрывало пути на Санкт-Петербург. А где стояли? И дело было не том, но вот по всему... В Клину. Да, вот это, и понимаете, и дело-то было в том, что это была просто реальная, живая сила, которая мешала этому. И, между прочим, у нас вот на нашей выставке еще две замечательных работы, которые нам представила студия военных художников, а не Грекова. Грекова. Одна из них называется Тарутинское сражение народного художника Федорова. Большое-большое полотно. Батальная такая. Да, батальная сцена. Но вот оно нам является еще и напоминанием того, что успех Тарутинского унёвра состоял в том, что были очень надёжно перекрыты все другие пути. И этим занимались как раз ополченцы. Ну ладно. Если говорить про фуражёров, которые задали вопрос перед этим в Жевском уезде, были точно. Французские фуражеры. Да, да, да. Фуражеры, дорогие зрители, это отряды, посланные для сбора продовольствия, а также сена для лошадей. Да, и там как раз организован был отряд, который боролся с этим товарищем. И понимаете, Тверская губерния – ближний тыл. Ближний тыл – это что? Это раненые, это госпитали сюда отвозили. Да, да. Ну и как бы Царство Небесное Георгу Альденбургскому, ведь Георг Альденбургский, он занимался вот этой системой созданием ополчения в своих губерниях, да, он занимался. И он же занимался ещё этими госпиталями и так далее. И в общем-то в 2012 году он, значит, заразился, при посещении госпиталя заразился и умер. Вот после чего вот эта вот история Екатерины Павловны, вот Тверская, она, в принципе, и завершилась. И закончилась, да. А я ещё хочу добавить здесь, что очень большую роль сыграли действительно здесь и не только там дворяне, но и мещане, и духовенство, потому что были собраны огромное количество суммы денег, которые передавались… На финансирование ополчения. Да, которые как раз передавались вот на ополчение. Церковь передавала не только деньги, даже серебро. Вот, то есть надо говорить и об этом. То есть участвовали все сословия? Участвовали все сословия, совершенно все сословия. И в этом плане, наверное, очень тоже хорошо сказал Белинский, у нас будет этот статус у нас сегодня на выставке, что действительно Отечественная война, которая вот показала вот это объединение народа с высшей, с верховной властью и духовенством в том числе. Интересно, что с ними стало? Где они участвовали, в каких сражениях, шагнули ли они потом за пределы нашей империи и прошли до Парижа или как, или вернулись домой? Ну, у нас часть-то ополченцев вернулась, а про… Когда вернулись? То есть, до границы дошли и вернулись? Нет, ну, там не было необходимости ополченцев посылать уже там уже… Дальше за границу, да. Да, потому что там должны быть как бы специально обученные там войска и все такое. А может быть, помните, в Великую Отечественную, когда было ополчение, потом, по мере возможности, их уже переформировали в регулярную часть, давали форму и так далее. Ну, такого не было. Вы знаете, это случалось, потому что и впервые, это было еще сделано вот в 1806 году, когда был первый рекрутский набор, как такой вот. Вполне ведь армия была. Да, вполне, и тогда, несмотря на то, что тогда вот Александр I распорядился, чтобы часть потом наиболее подготовленных пришла. Ну, собственно говоря, война закончилась, как мы помним, значит, на Рождество, вот, на Рождество закончилась война. Да, егерский батальон наш, он, значит, пошел дальше и участвовал в боях в Европе, в Германии, в Германии. И вот эти офицеры егерского полка, кстати, там среди офицеров был, например, один из этих муравьевых апостолов, там тоже были, ну, вот, интересные очень люди. Он, они там, вот, где-то в Западной Европе, они, как бы, вот этот поход закончили. До Франции дошли. Да, 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 но не до Париза. Но там было же до Париза ударная одна установка дошла. Вот, поэтому вся вот эта история, она, как бы, так, получила такое логическое, столь, завершение. Завершение, если говорить, там проектированно, чтобы там того же эту тему, да, она после, после вот того, как она покинула Тверь, она, так сказать, долгое время там находилась неотступно при Александре Первому. Она принимала участие в Венском конгрессе. А, даже так? Да, 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 да. Она принимала участие, была там в Вене, принимала и очень много, как говорится, там... На котором уже обсуждалась послевоенная мустроевская Европа. Да, 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 да. Она поехала вместе с ним в Англию, потом с Александром Первым, вот, потом она вышла замуж еще раз. Вот, за правительство, вот, штудградской провинции германской, германской. Ну, и в 16-м году она вот здесь скоростично скончалась. И там есть ее мазолей. Но при этом ее очень помнят и очень тепло вспоминают в Германии. Она занималась благотворительностью и такая вот фигура, которая вот там не забыта. Не забыта. Примерно раз в пять лет устраивает выставки какие-то. Ну, собственно говоря, вот, я думаю, что, может быть, уже тоже пора устроить какую-то большую, может быть, на федеральном уровне. Собрать вот то, что есть. Как ни удивительно. Герцога Альденбургского портрета не найти. Ну, я понимаю, что он был некрасавицей, не любил, наверное, поэтому... Даже Германии не осталось в архивах. Вот, ну, нет, ну, я, понимаете, где-то нет, репродукции есть какие-то. Я хочу, чтобы там оригинальные были того времени, а не что-то потом срисовано-перерисовано. Одно только кипренское. Но кипренское-то настолько комплементарное, что его даже не узнать. Ну, притворный, живописный. А все-таки, возвращаясь к нашим егерям, скажите, во-первых, сколько вернулось домой, опять-таки, вернулись ли они, или они, поскольку были причислены к регулярным частям, уже в дальнейшем остались при армии, или вот это подразделение вернулось в Тверскую губернию? Есть какие-то данные? Вернулось, да. То есть, вот они отдельным батальоном так и вернулись? Слишком малое количество, ну, практически около 50% из этого. Как-то их встречали? Как в 45-м нашему? Это еще предмет исследования. Да, исследовать, да. Вы знаете, вот почему мы говорим, что недооцененные? Вот эти вещи, которые, несмотря на то, что 210 лет прошло, вот еще остаются просто, ну, какие-то просто... Белые пятна, белые пятна, которые достойны исследования. Ну, вы как вот замруководитель нашего музея, а как вы объясняете, почему вот белые пятна в войне, которая одна из краеугольных в русской истории? Вот у нас таких событий, это Баты его нашествие, польско-шведская интервенция. Ну, то есть у нас таких событий, ну, если честно, это не какая-то из многочинств русско-турецких или русско-шведских войн. Это не какая-то из многочинств русско-польских войн 17 века и так далее. Это величайшее событие, мы победили Наполеона, которого многие считают гением, вообще самым величайшим полководцем всех времен. Мы дошли до Парижа, и как вы только что рассказали, тверские парни, мужики, что-то дошли до Франции. Не просто там, там были не только мужики, там были действительно и какие-то личности. Понимаете, а почему вот ничего? А где наши все губернские ведомости и так далее? Неужели нигде в газетах тверских не было, что встречаем наших доблестных батальон егерей? Это надо, ну, знаете, это одна из причин, может быть, да, почему мы делаем эту выставку. Выставки, выставки, как правило, дают вот какой-то новый импульс, понимаете? Вот, вот, много, к сожалению, еще документов просто не понятного. Некоторые падают случайно. Как так? С войны 12-го года? Ну, люди обычно как-то занимаются вот такой темой, да, или поверхностно пройдутся. То есть это все равно надо копать. И копать не только наши архивы, не только архив нашего. Так что не копают-то? Некому. Ну, как же некому. Некому, к сожалению, некому. Понимаете, тут еще, конечно, и такой идеологический момент был, потому что по-разному это все, все, все эти истории воспринимали. Как ты? Да, 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 конечно. Ну, война 12-го года, со времен Сталина у нас позитивный момент, ура, Великая победа, потому что он проецировал на войну Великую Отечественную. Вот, то есть какие могут быть запреты? Ну, если... То есть не восстание декабристов? Ну, с другой стороны, если даже почитать первое издание там того же Тарли, первое издание, сравнить его с третьим, с третьим изданием, там большая разница. Ну, понятно, но касаемо наших тверских, я все не могу понять, почему так. Давайте мы... Вот почему мы свое родное, тем более, вот как выясняется, мы не чужие там были, а вот здесь белые пятна, здесь, здесь... Надо сделать, знаете, я думал об этом, о том, что, вот слава Богу, вот мы подходим к теме, о том, что я очень с большой надеждой смотрю на последние, так сказать, там, как бы подвижки, да, в сфере образования и всего прочего. Это поворот к изучению истории, который, ну, постепенно изымался. Вы знаете, сколько про... Я перед нашей, перед нашей тоже выставкой, я, значит, взял три учебника, истории для восьмого класса, истории России для восьмого класса, и посмотрел, мне было интересно, что там сказано про вот эту, про эпоху, про ту тему, которая меня сильно взволновала, вот это связанное с ополчением и все прочее, соединением народным, это же очень большая тема. Кстати, я должен сказать вам особенность, знаете, дело в том, что вот наша, эту выставку поддержал президентский фонд культурных инициатив. Который сейчас открывается. Вот, ну, он, нет, он вот, год уже существует, но вот в этом конкурсе было поддержано из 16 регионов, из регионов подавали заявки, 32 проекта, в том числе... И нашелся, да. Да, это вот, ну, это как бы важное, вот, я бы сказал, такое знаковое, что ли, для нас, вот такое вот внимание, да, и вот то, что поворот вот к тому, что в школах будут заново учить истории по-нормальному, понимаете, в одном учебнике я вообще не нашел упоминаний никакого. Нет, 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 про народное ополчение. Вот там как раз и там, там молодые генералы присутствуют все, вот. Да, обычно говорят только о генералах, те, кто представлен из галереи, там, Зимнего дворца и так далее. Ну вот, то есть вот... Я хочу сказать, вот, кстати, между прочим, сама, когда тоже вот, ну, мы все учились. Где мы побольше узнали про историю по войне, значит, ну, все-таки на эстфаке, правильно, Рома? Логично. Ну, в школе мы как-то так это прошли, вот там, ну, да, был, да, был Наполеон, да, был Кутузов. Не, нормально, а мне, знаете, больше всего школьный, если вы смотрите, как раз заграничные походы, еще раз говорю, величайшее событие, мы освободили всю Европу, взят Париж, а вы вспомните, сколько, даже в советском учебнике восьмого класса, там, буквально вот так, я долгие годы, долгие годы, я думал, что это вообще была какая-то легкая прогулка. Вообще ничего интересного происходило, и только не так давно я читал, оказывается, такое происходило, и такие были бои, и так далее, вот просто. Вот это, опять же, тоже на федеральном уровне, тоже мы сейчас должны вернуться к выставке, мне просто ваше интересное мнение, а почему вообще вот это, еще раз говорю, вот эта Великая Война, вот, 10 лет назад, вы помните, вообще много ли мероприятий было по случаю? 200 лет, я могу сказать точно, что мы, да, у нас была выставка, у нас была выставка музея Целткова-Щедрина, а тогда юбилейная выставка была. Ну и все, и ни картинка не снято, то, о чем вы уже говорили, что было снято на федеральном уровне художественных фильмов, это ужасно, ну ладно, это комедия, мы даже не будем брать, а еще была снята Уландская баллада, ну там тоже что-то такое в духе, то ли Матрица, то ли что, ну и все, и все. Понимаете, 200-летний юбилей, величайший, потом 12-й год, 13-14 год, взятие Парижа, 200-летний юбилей, мы даже в Берлин два разобрали русские войска, а Париж вот всего лишь один раз и ничего на федеральном уровне, почему? Я надеюсь, давайте позитивно возвращаться, я надеюсь, надеюсь как раз на то, что вот этот поворот, он действительно, и вот вы сказали о том, что даже продвижение, даже продвижение нашего проекта, вот я, например, вижу так, что, и мы, кстати говоря, на выставке нашей, знаете, мы начинаем вот как бы интродукцию нашей выставки, это вот как раз время до Терзитский мир, вот это вот, мы показываем все это, вот это вот, да, Да, потом вот эта война, события, вот ополчение отдельное, как бы, там у нас такой, как бы, будем сказать... Это большая масштаба, не один зал же заняла или как? Нет, он большой зал. Он большой зал. А, большой зал. Да, он большой зал. Но зал великолепный. Я, знаете, еще вот скажу комплимент, как бы, вот музею. Вот, ну, как, когда думаешь о том, где, что делать, когда я побывал, меня пригласили на выставку, которая была посвящена освобождению... Калинина. Калинина, она происходила в том же зале. Я увидел очень хорошее музейное оборудование, классно созданную экспозицию с большим вкусом, вот такую, очень, такую современную. И мне, вот, дополнительно, правда, захотелось, чтобы, вот, сделать выставку вот именно здесь, чтобы она выходила прямо, вот, входом-выходом выходила на улицу Советскую. Вот, видите, потому что зал очень какой располагает. И вот у нас идет последовательно, и следующее, следующее, там, идет событие войны, потом, вот, значит, отступление, там, да, французов. Вот эти замечательные, я привез эти замечательные, так сказать, погребальный бюллетень. Вот этот бюллетень, который продиктовал, оригинальный, который продиктовал Наполеон, уезжая из России. Вот историю бегства, бегство из России, там, какие-то, причем это не только графика, но и какой-то предметный ряд, который отражение. А потом дальше, дальше у нас идет, вот, путь, так сказать, там, путь на Берлин, путь на Париж, заграничные походы мы тоже показываем. Вот, да, да, да. И где-то уже завершаем, потом, вот, история падения Титана, как у нас там одна из, да, карикатура называется, называется, это связано с Наполеоном, последние дни Наполеона. Ну, и, как бы, до, уже до 25-го года, вот, Александр I и так далее. Там еще замечательные несколько картинок, как раз про Париж, вам что-то вижу, эта тема очень, очень нравится. Вот, приходите на выставку, знаете, у нас там есть раскрашенные, раскрашенные гравюры, такие, зарисовки, русские офицеры в Париже. С долей иронии, выставка с долей иронии. Да, да, и они, они как раз вот такие вот, там, эти костюмы, да, французы рисовали, вот, наших, наших казаков, там, таких вот, ведь, кавалеры, очень такие симпатичные. Ну, казаки, я на сколько слышал, на них большое впечатление произвели. Ну, да, и вот, и вот, очень хороший, опять же, вот, предметный ряд, который представил музей. Я вот подумал о том, что в художественном музее, может быть, выставка такая, она была бы даже, может быть, ну, как бы, менее, менее, там, как это, совсем уместной. Да, ну, но не такая яркая для зрителя, потому что, когда вот одни полотна, 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 полотна. Ну, это логично. Здесь есть разные, разные вещи. Александр Николаевич, о предметном ряде, у нас просто времени так не касалось, что вы нам сегодня принесли? А это как раз то, что не вошло в экспозицию. Вот, дорогие телезрители, внимания этого на экспозицию не увидите. Да, да, да. Вы знаете, я просто хотел показать, что вот, вот, один, вот, как бы, предмет, это часть сервиза, да, это, это завод, во-первых, это вот, что он даёт, показано. Что завод? Завод Гарднера. Русский завод, да. Русский завод, да. Русский завод, это посвящено, вот, войне 12-го года. Ну, вот, смотрите, с каким... Когда они были изготовлены? Это в начале 20-го века. То есть 100 лет и 100 лет, да. И вот, понимаете, вот, как бы, вот, каждый из этих предметов, он рассказывает свою историю. Вот вам история, вот, история, там, как бы, дружбы. Вот она, история вражды, да, вероломства. Что здесь, пожалуйста? Ну, как же, вот, с одной стороны, встреча... Знаменитая встреча в Тильзите, да, 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 где они клянутся в дружбе. Называют друг друга брат мой, и потом Наполеон даже сказал, когда жена вас святой, Еленин сказал, вспоминай об этом, сказал, Александр, мы любили друг друга. Вот так, вот это, да. Потом дальше, смотрите, этот, ну, тоже из этой же серии, да, а тут уже другая, вон, видите, вещи, вот это. Это совет в филях, по сути, по мотивам знаменитой картины. А там, а там отступление, наверное, да? Да, вот вам, пожалуйста, да, вот вам, пожалуйста, уже, да, вот уже и притязаны, вот отступление великое. Да, 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 вот представьте, всего, несколько, да, несколько предметов, а это вот уже прям целый урок истории, да, который целый пластный, причем с какими изяществами сделаны. Я вообще обожаю вещи вот с историей, вот. Прошу прощения, я могу вот еще, знаете, что сказать? Значит, в процессе этого, как раз нашего, в процессе работы над проектом, чем вообще замечательны такие совместные проекты? Происходит великолепное знакомство с другими людьми. Вот так как у нас куратором из нашей выставки является еще Алексей Темников, великолепный художник, он же еще и реконструктор, и иллюстратор прекрасный. Вообще замечательный человек. Мы познакомились, мы влюбились друг в друга, и он по предложению Александра Николаевича, по нашему настоянию, приедет к нам сюда в течение работы выставки и поработает, сделает мастер-классы для тех, которых мы дополнительно обязательно объявим в соцсетях. Детей, да. Как, там мундиры, вот эти там мундиры, какие-то жанровые сцены. Лошади, да. И будет проводить, лошади, и будет проводить вот какие-то вот мероприятия специально для детей. Я с удовольствием проведу авторские экскурсии, мы объявим об этом заранее. Да, 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 да. Мы хотим сделать хороший аудиогид, прекрасные, прекрасные у нас готовые экскурсоводы, которые просто очень, вот уже сейчас видно, как они трепетно относятся к нашей выставке. И у нас готовый уже практически действительно тоже, ну не мастер-класс, а такая игра, как бы будем интерактивная игра, когда дети могут после посещения выставки еще и поучаствовать в определенной игре, почувствовать себя маленькими Наполеонами и Кутузовыми. Все это сделано. Да, и по сентябрю мы подумаем еще отдельно, что мы сделаем в сентябре. Да, почему мы хотели, да, в сентябре, потому что мы очень хотим, чтобы нас посетили школы, посмотрели. Я еще раз хочу сказать, что это в 90, да, что это 95 процентов, 95 процентов из всех предметов представлено, это подлинные экспонаты. Это возможно только показать на выставках, потому что обычно в экспозициях так долго не стоят, их меняют или еще что-то. А здесь подлинники, которые мы точно больше... Нет, я надеюсь, что мы увидим, я все-таки надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество, мы что-то еще придумаем. Кстати, у нас уже, я пока не буду открывать секрет, но опять-таки с тем же Алексеем Тимовым у нас еще родилась одна идея. И если у нас получится, у нас будет дальше еще одна хорошая выставка. Ну и вот, знаете, одной как бы вот таким вот предпосылок, почему нас так поддержал президентский фонд культурных инициатив, это то, что в заявке нашей было сказано, это абсолютно правда, смотрите, каждый день прибывают, так сказать, корабли по этому поводу. Мы вот очень надеемся, и есть уже, так сказать, договоренности о том, что туристы, которые будут приходить к нам на выставку, и для нас это такая возможность сделать, показать это людям, в общем-то, из других регионов. Это тоже очень важно, потому что, ну, конечно, важен как бы поток посетителей, и важно, что люди из разных регионов, которые вот там могут это все тоже увидеть, вот. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о том, что совсем скоро в Твери, в государственном нашем объединенном музее, откроется выставка под названием «1812. Сила народная». Начина Тверской земли в контексте войны 12-го года, и там, как мы только что слышали, 95% экспонатов уникальны. Именно относительно к тому времени, Александр Николаевич Вихров из своей многочисленной коллекции помог организовать этой выставке. Очень много привез уникальных и редких вещей, поэтому приходите в музей. Это будет действительно что-то необычное, тем более в наш музей стоит прийти. Вот как мы только что слышали, вот Александр Николаевич очень оценил его оснащение. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». До новых встреч.